Привет! Складывается впечатление, что слуги народа, ну в смысле вроде как украинского народа, решили этот украинский народ отправить на пересдачу. Потому что они решили, судя по всему, что урок 2014 года от Владимира Путина и России в целом оказался неусвоенным. Потому что 16 июля у нас будет рассмотрен в Верховной Раде законопроект, который по сути отменяет лагерную украинизацию и возвращает нас на этап, когда у нас опять возвращается русский язык в украинские школы. И почему я так очень раздосадован и удивлен, потому что я сейчас нахожусь физически в Москве и постоянно слышу истории о ущемлении русскоговорящих. И прекрасно помню, что именно этим фактом обосновывалась российская военная агрессия в Украину. Именно так захватывали Крым, именно так захватывали Донбасс. Когда мы вынуждены, я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать русскоязычное население в Донбассе. Слуги народа и ОПЗЖ, естественно, если скооперируются, то смогут протащить этот закон. И единственное, тогда будет неясно, слуги народа какого, украинского или российского. Потому что тем самым они дают большой, мощный пас в направлении Кремля. Мол, ребята, мы ни хрена не поняли, за эти годы можете попробовать защищать наш дальше. Я вот перед тем, как записать это видео, общался с моим знакомым, который живет в оккупированном, в оккупированной горловке. Сначала не хотел говорить город, но как бы людей там все-таки много. Будем исходить из того, что его не вычислят. Так вот он, когда рассказывал о том, что там происходит, просто как бы удивлялся тому, какая беспечная и, цитирую, глупая Украина, которая продолжает вестись на вот эти вот сказки ОПЗЖ, которым, я так понимаю, сейчас присоединяются слуги народа. Зачем они это делают, неясно, потому что, опять же, как показывает практика, после оккупации вот этих вот слуг ОПЗЖ, регионалов, ну и какие-либо другие украинские партии просто изгоняют не просто из политики, а из этой территории. Посмотрите на этих ребят, которые слезы льют по русскому языку. Многие из них из оккупированного Донецка, Луганска, Макеевки, той же Горловки. Спросите, откуда Юрий Бойко? Спросите, откуда Елена Бондаренко? Вот они плачут, что ущемляют у нас русскоязычных, но почему-то после того, как они просрали свои родные города, они думают, что этого им мало. А русскоязычным регионам, которые объективно русскоязычные, но и хотят этот тренд продолжать, хочется задать единственный вопрос. Как бы вы действительно хотите, чтобы ваш аэропорт, например, в Запорожье был точно таким же, как в Донецке? Вы действительно хотите, чтобы между Запорожьем и Днепропетровском была граница? Кто-то скажет, что это какая-то фантастика или какие-то выдумки, но в 2014 году все точно так же начиналось. Возникает вопрос. Если слуги поднимают вопрос о языке, ну, очевидно, это значит, что они что сделали? Обгадились. Что других тем им предложить уже нет возможности. Сначала вам рассказывают, что вас ущемляют, что вас обижают, что вас обкрадывают олигархи, что вам не дают говорить нам на родном языке. Но в конечном итоге это, опять же, по урокам Донецка и Луганска приводит к чему? Что вас заберут вообще все. Заберут вашу работу. Какая бы она ни была, но не будет никакой. Заберут свободу передвижения. Заберут перспективу. В конечном итоге заберут даже ваших детей, потому что все способные и активные люди из депрессивных регионов а-ля серая зона будут уезжать. И все вернется к этому такому донецкому варианту, в котором сейчас что происходит? Закрыты границы между оккупированным Донбассом и свободной Украиной. В Рашу, пожалуйста, можете выезжать. Никакой коронавирус никого не интересует. А в свободную Украину нет. Вы же пока с Европой контачите. Может еще какое-нибудь мороженое радугу попробуете. И как бы потом это все привезете в освобожденный от Украины Донецк. Ну и начнется там моральное разложение и так далее, и так далее. Но если не ерничать, то вот эта вот политика, она ну просто удивляет. Те, кто говорит, в том числе в Невраде, на русском языке, сейчас пытаются опять этот вопрос вынести на общенациональный уровень. Чтобы мы снова и снова дискутировали о проблеме, которой не существует. А в это время президент Украины отправится в какую-то там Ужгородскую область, в Луцкую область. Ну и вообще будет внедрять этот в жизнь новый глобус Украины. Мне просто так это странно. И по сути, что сейчас происходит? Вот эта вот Медведчуковская группа каналов, она поет нам о том, что вот как плохо в Украине. Что срочно нужно зеленых гнать. Что очень странно, когда они с одной стороны на них наезжают. С другой стороны, тут как бы намечена некая коллаборация между ними. А с другой стороны, молчат о том, что происходит на оккупированных территориях. Ничего не говорят. И по сути, вот эта Медведчуковская группа каналов, она стала таким проводником, ну что ли, ну как бы, нет, не проводником. Просто таким филиалом группы ВГТРК, где они то, что им надо, просто замалчивают. Вот смотрите, сейчас все обсуждают протесты в Хабаровске. Говорят об этом, народ нам что-то пытается сказать, что у него есть право голосом. Хотя в России это не соответствует действительности, этого нет. И ничем эта история в Хабаровске не закончится. Все быстренько сольют. Но при этом в российских федеральных каналах почему-то нет ни одного слова на том, что люди вышли на акции протеста. Многотысячные, десятки тысяч людей для Хабаровска вышли на акцию за своего так называемого «народного» в кавычках губернатора. Но об этом не говорят. И здесь точно такая же история. То есть они вот этими языковыми темами, ну по сути делают вид, что 2014 года не было. Об ужасах, которые происходят на оккупированных территориях. Они не говорят, а рассказывают нам, что у нас ущемляют русскоязычных. И если этот закон будет принят вот в таком виде, как это предлагается, к чему это все приведет? То есть градус политического недовольства многократно возрастет. Потому что многие, кто голосовал за слуг народа, ну как бы не являются идиотами. И если они даже русскоязычные, то прекрасно понимают, что раз наша страна называется Украина, в ней один государственный язык, то какого должны преподавать в школах на языках других государств? Причем государств тех, которые декларируют свое право на захват нас именно по языковому маркеру. Мой собеседник, о котором я рассказывал, он практически постоянно повторяет, что в Украине делают большую ошибку о том, что считают всех жителей оккупированного Донбасса там сепаратистами, пророссийско настроенными и так далее, и так далее. Но вот это вот бацилла, и понятно, что есть причины, война, но тем не менее у нас вот это недоверие к жителям оккупированных территорий, оно присутствует. Но по сути мы же не знаем, какие реально там настроения, потому что картинка оттуда только по сути из российского телевизора, которые чем занимаются? Ну, как обычно, трындит. Придумывают славянскую девочку или мальчика, или кого там, или славянскую девочку и мальчика, которые вместе поели мороженое радуга, и что-то там с ними случилось. Мой знакомый из Горловки, про которого я говорил вначале, он говорит, что в Украине на самом-то деле ошибаются, когда думают, что всем, кто живет на оккупированных территориях, являются сепаратистами или пророссийско настроенными. Ну, во-первых, как бы сама жизнь показала, что русский мир это, извините, говно и, по сути, нищета и бесправие. И там вы не можете просто взять и сказать, что я хочу вернуть Украину на эту территорию, потому что человека или убьют, или посадят на подвал. Но свободная Украина, она как бы, ну, как минимум точно, это не тоталитарная страна. И гаремаса демократии у нас выражается в том, что откровенно силы, которые хотят коллаборироваться с Российской Федерацией, которые зовут на Россию, они, во-первых, играют на этом, во-вторых, воспитывают новое поколение пророссийских избирателей. Но при этом, если в конечном итоге мы проиграем, то и их, ну, в первую очередь, этих опазажистов, этих слуг народа с пророссийскими взглядами Российская Федерация возьмет и умножит. Потому что, слушайте, друзья, вы можете говорить на каком угодно языке, но согласитесь, создавать условия, чтобы к тебе пришли эти кто-то вежливые люди, нужно быть как бы не в себе, чтобы желать это повторить. Потому что, как вот люди из оккупированных территорий говорят, что все, кто более-менее способен что-то делать и имеет какие-то минимальные амбиции, давно уехал или в Свободную Украину, или в Российскую Федерацию, а предприятия, которые остались на оккупированных территориях, они просто остановились. В том числе, часть специалистов с этих заводов уехали в Россию, которые так топили за то, чтобы Россия пришла к ним. Вот она и пришла. А все начиналось с языка. И если бы я был бы в Киеве, то, конечно, я бы пришел бы к Верховной Раде и задал бы вопрос. Слуги народа. Вы слуги какого народа? Точно ли украинского? Подписывайтесь, читайте Агентство Униан и все будет Украина.